То, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Давайте мы прострем наши руки, просто благословим Господь и учит детей, которые сегодня смогли прийти, благословим детей, которые не смогли, которые, может быть, далеко от нас, кого мы знаем, мы сегодня просто благословляем Господь, благослови Господь и отче Матфея. Аллилуйя, Отец, просто Господь и отче, покрой, покром благодати Твоей, благослови Господь и отче. Ева, Господь, Аллилуйя, Отец, да будет она благословена во имя Твое, благослови Давидика, Господь, Аллилуйя, Отец, Аллилуйя, Отец, достанет Он, Господь, Твоим служителем, Господь, благослови, Господь, Богданчика, Господь, благослови еще одного Богданчика, Господь, Отец, это Богом данный, Господь, нам, дети, Господь, Слава Тебе, всемогущий, благослови Алексея, Аллилуйя, Отец, благослови Аниту, Господь, и благослови, Господь, нашу Златочку, Отец, слава Тебе, всемогущий Бог, отец. Просто вручаем их в Твою любящую отцовскую руку. Призываем еще и еще раз защиту Твоей драгоценной корове, Господь и Отче. Слава Тебе, Господь. Мы молились во имя Твои Иисус Христос. Наш Господь и наш Бог. Аллилуйя, Аллилуйя. Церковь Божия скажет Аминь. Слава Богу. Проходите, детки. Надейтесь на Него. Во всякое время Бог нам прибежит. Спасибо, Богдан. Слава Богу. Вообще, я сегодня показал, как не надо делать. Когда пастыри швецы, жнецы на дуде и грецы, это как бы не очень хорошо. Но бывает в жизни исключение. Я думаю, сегодня я никого не разочаровал. Своим пением не распугал. Аллилуйя. Сегодня тема о моей проповеди. Хотели все... Уже второе услужение пытаемся запустить клип. Я хотел его специально для детей. Но что-то техническое у нас не получается. Ну, постараюсь сегодня быть покороче, посодержательнее. Тема проповеди. Мы живем в перевернутом мире. Вы знаете... Постараюсь вас сегодня убедить. Ну, я думаю, что кто-то знает об этом. Кто-то догадывается, да? Кто-то уже убедился. Кто-то еще, ну, может быть, еще пока к этому не пришел. Но вот интересно, что в советские времена я как-то прочитал одно такое четверостище, которое написал, ну, вообще поэт-атеист, который вообще, ну, просто, можно сказать, в Бога не верил. Его звали Игорь Северянин. И написал он такие стихи. Мы живем, словно в сне неразгаданном, на одной из безумных планет. Много есть здесь того, что не надо нам, а того, что нам нужно здесь, нет. Кто может на это согласиться? Ну, вот, сегодня у меня такая тема о том, что просто вот так живешь вот в этой жизни, да, ну, просто в 25 лет я лично уже понял, что смысла вот в этой жизни, на этой планете, вот, если Бога нет, то и смысла нет никакого. Потому что для чего живем? Для того, чтобы умереть, да, чтобы потом сгнить в земле, да, и чтобы от нас потом вообще ничего не осталось, там, через, ну, там, пару лет про нас повспоминают, потом просто и память уйдет. Ну, как-то это вот, у меня это лично в голове, в сердце, это у меня не укладывалось. Ну, не может такого быть. И слава Богу, что в 25 лет я уверовал, начал читать Слово Божие. И когда я прочитал Библию, один раз, второй раз, начал ходить в церковь, начал у духовных людей задавать бесконечные вопросы в отношении смысла жизни, да, куда мы вообще идем. И когда вот мне просто духовные люди где-то растолковали, да, где-то я не все понимал, и у меня сложилась в голове такая очень, такая стройная картинка о том, что если с Богом, то смысл есть. Без Бога нет. Абсолютно. Я бы хотел немножко коснуться такой темы, да, вот. Давайте мы просто прочтем первое послание Коринфянам, первая глава с 10 стиха. Апостол Павел, невероятно апостол, невероятно учитель, дает такой довольно четкий расклад. Сегодня мы немножко пройдем классификацию о том, что кто такие по Библии плотские христиане, кто такие духовные христиане, да, кто такие душевные люди. И это, я думаю, что будет очень интересно. С 10 стиха написано так. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, ну, то есть Петров, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Да бы не сказал, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Хотя апостол Павел мог, конечно же, проповедовать и в премудрости слова, но он категорически от этого отказался. С 18 стиха. Ибо слово крестит для погибающих юродство есть. Что такое юродство? Безумие. Слово крестит для погибающих, для этого мира это есть безумие. Ибо написано, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Ну, он обращается к церкви, вот сегодня посмотрите вокруг себя, ну, где тут у нас профессора, да? Где у нас там академики? Вот где совопросники века сего, которые, ну, ученые действительно, которые задают глубокие какие-то вопросы. Философы где? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И смотрите, я даю такой первый перевертыш о том, что мудрость этого мира для Бога это и есть безумие. То есть, Бог на этот мир, Он смотрит другими глазами. То, что для этого мира может показаться, о, ну, это так круто, это так мудро, это человек семь пядей во лбу, а для Бога это безумный человек. Особенно, да, как в притчах написано, и сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Атеизм это одна из форм безумия на самом деле. Давайте мы прочитаем дальше. Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ну, то есть, буквально безумием каким-то, да, но чуть ниже мы можем прочитать о том, что не мудрое Божие, оно мудрее человеческой премудрости. Ибо иудеи требуют чудес, и елины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для елинов безумие. Для самих же призванных, те, которые уже уверовали в Иисус Христа, да, те, которые признали, что Он Мессия, иудеев, и елинов, Христа, это они, для самих же призванных, иудеев и елинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но смотрите, как хорошо написано, как Павел прекрасно пишет с 27 стиха. Но Бог избрал не мудрое миро, чтобы посрамить мудрых. Первое, да? Немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незнатное миро и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоти не хвалилась перед Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господу. Можете сказать на это Аминь? Когда мы приходим в церковь, да, и видим, что выходит академик и начинает читать лекцию, конечно, каждый нас скажет, ну, конечно, это же академик, да? Когда приедут там какие-нибудь силачи и начнут просто там тягать какое-то железо, ломать, рвать цепи, мы скажем, ну, конечно же, это сильные люди, у них хорошая генетика, да? Они родились богатырями, ну, кто может вообще с ними сравниться? Или мы просто придем и увидим, что какой-то знаменитый там, ну, просто человек приехал в церковь, ну, поп-звезда, да, и он вышел на сцену, и мы все его прекрасно знаем, ну, конечно, это же он, это же, ну, все его знают прекрасно, но когда мы приходим в церковь и видим ничего не значащего, ну, видим о том, что просто вот в следующей главе мы сможем прочитать, это уже вторая глава, апостол Павел пишет, когда приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в чем? Павел не был в силе, он не пришел, вот, чтобы продемонстрировать свою духовную какую-то мощь, он был в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на чем? Но на силе Божьей. Когда мы видим о том, что приехал какой-то человек, мы его даже не знаем, и он какой-то весь какой-то слабый, какой-то бледненький, какой-то такой вот, ну, просто ветхий, какой-то, ну, душа в теле еле держится, но он начинает что-то тихо говорить, исходит Божья слава, и мы понимаем о том, что Бог через этого человека говорит, он являет свою славу, он исцеляет, он освобождает, и самое главное, он спасает. Аминь, да? И тогда мы понимаем о том, что это Бог. И вся слава, она уходит кому? Вся слава уходит Богу. Вот это то, что хотел до нас донести апостол Павел. А что в этом мире? Я хотел бы сегодня один такой пример привести того, что происходит в этом мире, что иногда, ну, вот, в последнее время мы живем, иногда реально зашкаливает, сегодня буквально я прочитал, как один человек пишет. Послушаем внимательно. Я сразу скажу, что это не в церкви, конечно, да, хотя вот как раз вот в этом первом послании к Оримфинам примерно то же самое обличает апостол Павел. Он говорит, вот в вашей церкви, да, ну, произошло то, что даже в мире не происходит. Что в мире происходит? Мне 24 года. Я женат, я женился на 44-летней вдове, у которой есть дочь 25 лет. Мой отец женился на этой девушке, на дочери, ну, вот, вот эта женщина, на которой женился вот этот парень, женился на этой девушке, стал моим зятем, так как он муж моей дочери. А моя пачерица стала моей мачехой, так как она жена моего отца. У нас женой родился сын, он брат жены моего отца и двоюродный брат моего отца, и, соответственно, мой дядя, так как он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца теперь тоже родила ребенка, он является моим братом, так как он сын моего отца и моим внуком, так как он сын дочери моей жены. Так как муж матери является отцом ее ребенка, то я отец своей жены, ведь я брат своего сына, таким образом, я свой собственный дед. приехали да я хочу сказать о том что это реальная история которая происходит в этом мире потому что сейчас мы можем увидеть что в мире происходит ну просто такое безумие да и вот о чем бы я сегодня хотел с вами поговорить о том что мы открывая библию знаете я вот открыл для себя такое что вот получишь какое-то откровение хорошо ну там донес его там ну просто сохранил потому что действительно свое откровение можно не сохранить где-то не пободрствовал где-то там что-то мысль какой-то допустил и вот это откровение раз и улетучилось но донес донес до церкви вы знаете приходит какая-то другая реальность вот накрыла благодать какая-то никто не хочет уходить и вы знаете просто вот хорошо весь день хорошо на следующее утро это я я просыпаюсь тот который вчера делился откровением божьим и в этом не было никаких сомнений я пытаюсь вспомнить что я там вчера говорил и вы знаете бывает такое что я вспоминаю то что я говорил я понимаю что вот если рассуждать человеческими мозгами человеческим разумом мудростью то то что я вчера сказал в церкви это безумие ну просто это какая-то вообще другая реальность вот которых наши вот реальность которой мы живем вот в этом мире не имеет вообще никакого отношения вы знаете вот много раз у меня было такое что я проповедую какую-то другую реальность а мы живем ну просто и продолжаем жить какой-то другой реальности в реальности этого мира но потом мне просто бог открыл о том что действительно существует другая реальность она параллельная реальность и она к этому миру имеет лишь какое-то косвенное отношение но к чему мы христиане призваны мы христиане призваны не жить вот в этом мире слышите меня ни жить той реальностью который весь мир живет мы призваны жить той реальности которую у бога мы граждане библии говорит что мы и граждане небес аминь или момента что у нас другой царь аминь и У нас другая защита, у нас другие законы, у нас другая справедливость, у нас другая мораль. Вот то, что для этого мира нормально, для нас, христиан, не должно быть нормально. Вот то, что я сейчас прочитал, для мира это становится уже нормальным. Но для Церкви Божьей это безумие. Можете со мной согласиться? Это безумие. Одна из форм безумия. Потому что мы понимаем о том, что есть обленные последствия даже о том, что когда там уже, ну просто уже все там попереженились, там уже так все смешалось, и начинается кровосмешение, начинаются какие-то обленные такие последствия катастрофические, там просто аномалии, какое-то вырождение того или другого народа. Я хочу читать дальше, мы немножко сегодня почитаем. И вот здесь апостол Павел, он дает именно вот эту тему. То, что в этом мире считается мудрым, у Бога это безумие. Наоборот, да, о том, что не мудрое Божие, да, ну там муравей смотрится на него, ну много ли у него мозгов, а он мудрее. Он мудрее всех самых ученых, профессоров этого мира. Можете со мной согласиться, да? Пчелка там летает, ну просто, ну на самом деле. Ну, они живут по какой-то четкой Божьей программе, Богом установленной программе. Рыбки куда-то плывут, там на нерест против течения, думаешь, ну вот куда они там, вот ломятся, да куда-то. Они спешат, прямо вот так вот выпрыгают из воды. Ну сколько усилий надо приложить, но это все Божья премудрость. Казалось, слава нашему Богу. Давайте мы почитаем дальше. Во втором, во второй главе, первое послание Коринфяна, шестого стиха, ну все-таки про мудрость говорится, да? Апостол Павел пишет, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славу. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. И смотрите, сейчас речь пойдет о душевном человеке. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Никто. То есть мы не знаем таких вот людей, которые могли бы вникнуть, проникнуть в сущность человека и постоянно читать, например, его мысли, его чувства, его побуждения. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. 14 стих. Давайте мы послушаем внимательно, потому что эта классификация, она нам очень важна, она нужна. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это, чем? Безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо судить как? Как? Духовный. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Скажи аминь. И смотрите, какое четкое определение душевного человека. Кто такой душевный человек? Душевный человек – это человек, живущий в этом мире, который имеет только душу. У него есть душа, которая не имеет Духа. Бог еще не вдохнул в него дыхание жизни своей, потому что этот человек не хочет ничего принимать от Бога, не хочет ничего духовного, хочет жить так, как он хочет, живет в этом мире. Я хочу сказать о том, что этот человек по Библии, это не я говорю сейчас, по Библии он приравнивается к животному. Потому что, ну как, душа, есть у животного душа? Библия говорит о том, что есть, душа живая. Но у животного нет Духа, который мог бы соединяться с Духом Божиим. Вот нет у животного. И те люди, которые не хотят принимать ничего от Духа Божия, они уподобляют себя животным, которые просто бессмысленно проживают в этой жизни, живут как животные, ну просто для того, чтобы вот так утром встать, вот что-то покушать, вот исполнить какие-то свои физиологические какие-то потребности, прожить там какую-то жизнь, и потом вот просто умереть, и просто памяти даже от этого человека не останется. Просто жизнь у него вот так просто пролетит быстро, мгновенно, но самое страшное – бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Давайте мы прочитаем, кто такие плотские, кто такие духовные. Мы уже прочитали, да. Духовный человек, он судит обо всем, а о нем судить никто не может, потому что ему кто-то открывает, да, Бог всемогущий открывает премудрость, которую этот мир понять не может. Мир приходит, смотрит, слушает, они говорят какие-то непонятные вещи для нас. Почему? Потому что это надо принять духом. Слышите меня? Духом. Третья глава. Это уже послание. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе». То есть кто такие плоские? Это младенцы во Христе Иисусе. Те, которые, может быть, недавно родились, но еще может быть такая градация, те, которые не хотят расти, те, которые не хотят принимать ответственность, не хотят нести бремя, которым комфортно вот в этом возрасте. Ну вот я принял решение, что я буду вот так вот дорастаю до 5 лет духовного возраста и остаюсь. Комфортно, да? Ну, обо мне заботятся, меня питают молоком. Ничего не надо делать. Просто сидишь вот так, слушаешь, короче, питаешься. Все приятно, комфортно, тепло. И апостол Павел пишет, «Я питал вас молоком, потому что твердую пищу младенец принять не может. А не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» Здесь апостол Павел пишет о том, что зависть, споры, разногласия – это признак, это характеристика плотского христианина и что в церкви так не должно быть. То есть в духовной церкви так не должно быть. То есть это то, что для мира нормально, но для нас, для духовных, те, которые хотят вырасти, это уже ненормально. Не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть Павел пишет, что вы поступаете, как поступают люди в этом мире. Потому что когда один говорит, один говорит, я Павлов, другой я Полосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Полос? А не только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все кто? А все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы сработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение, то есть служение апостолов, служение учителей, пастырей, евангелистов, оно построено на том, чтобы выстроить структуру, характера в тех людях, которые только родились от Бога, которые начали вот так соизмерять, о том, что о, вот я от Бога принимаю сейчас, а то оказывается, что вот это нормально, а вот это то, что в мире происходит, это ненормально. И даже в другом месте написано так, проклят человек, который называет сладкое горьким, и горькое называет сладкое, и белое называет черным, и черное называет белым. Когда мы встречаем человека, особенно когда это уже, казалось бы, ну уже верующий человек, ну он говорит о том, что лгать нормально, красть нормально, потому что все воруют, убивать, ну война началась, ну как не убивать, ну берем оружие и начинаем убивать, блудить нормально тоже, потому что все блудят, и мы тоже будем блудить, да, и когда это выдается за вот такую чистую монету, потому что это хорошо, в этом же первом послании к Коринфянам, церковь в Коринфе, она хвалилась, слушайте меня, она хвалилась тем блудодеянием, которое совершил член этой церкви, и она хвалилась, смотрите, как это классно, даже в мире такого нет, а у нас это уже есть, но это было безумие, это было страшно на самом деле, апостол Павел восклицает, что вы делаете, это ненормально. Десятый стих, «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, то есть кто-то уже заложил основание, который есть кто? Который есть Иисус Христос». Может быть, кому-то это трудно понять, да, на сегодняшний день, может быть, кто-то еще, ну, просто только начал изучать Писание, но Слово Божие говорит о том, что нет другого основания, кроме Личности Иисуса Христа. И вы знаете, вот просто я своей жизнью это пережил. Я пережил то, что когда я ориентирован на Иисуса Христа, когда я уповаю действительно на Него, когда я соизмеряю каждый свой шаг, когда я пытаюсь Ему подражать, в моей жизни все начинает как-то, вы знаете, приходить в какой-то такой баланс, здоровый баланс. Приходит мир, притом совершенный мир, моя душа успокаивается, потом приходит какая-то совершенная радость, потом приходят какие-то силы, которые побуждают меня встать и что-то сделать хорошее, что-то благое. Я понимаю, что все то, что на самом деле приходит ко мне благое, или вот какая-то стабильность, или какая-то защита, это благодаря тому, что когда-то кто-то потрудился заложить в меня правильное основание, которое есть Личность Иисуса Христа, живая Личность, которая никогда уже не умрет, аминь, да, никогда не будет уже опорочено, никогда не будет уже в поражении, которое сегодня прославлено, которое сегодня восседает Одесную Бога на небесах и с которым мы сегодня имеем прямое общение через силу Святого Духа. И последнее, что я хочу сегодня прочитать, тоже 4 глава, мы пойдем чуть-чуть дальше, я уже буду заканчивать. В 4 главе 6 стиха. Это, братья, приложил я к себе и Аполлусу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Вот просто, иногда вот на самом деле, вот слышишь о том, что, ну, там Астапа понесло, ну, там уже так уже начал закручивать какие-то вот такие вот, ну, там учения какие-то, вот, то, что уже не написано, да, но зато это сейчас, это так модерно, это так модно сейчас. И вот что-то новое нам принесли, но если это не написано, Библия называет это ересь. Не будем мудроствовать сверх того, что написано. И не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Ой, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. И смотрите, я хочу сказать о том, что вот здесь, с 10 стиха, апостол Павел дает четкую разницу между духовными и плоскими христианами. «Мы безумны Христа ради, а вы мудри во Христе». И казалось бы, да, вот как-то это звучит, о том, что апостол Павел пишет про себя, мы обезумели ради Иисуса Христа, а вы где-то прославленные, вы где-то мудрые, вы там где-то вот семинары какие-то проводите, и людям этого мира это нравится. Народ собирается, говорит, как это мудро, какая премудрость, как это вообще невероятно. Дальше. Мы немощные, а вы крепкие. Мы смотрим на апостола Павла, мы понимаем, что это духовный человек, но он демонстрирует нам свою немощь для того, чтобы была явлена сила Христова. В другом послании так и написано, «Ибо когда я немощен, тогда я силен». Удивительные вот такие перевертыши. Когда мы сознательно признаем свое бессилие перед Богом, то всегда приходит Божья сила для того, чтобы совершить что-то, чтобы вся слава была приписываема Богу. А вы крепкие. Вот знаете, вот плотский христианин, он может выглядеть таким крепким, таким сильным, он там вот просто вот реально он может проповедовать в силе, он может просто вот там говорить какие-то очень сильные вещи, но что люди думают? Люди думают, это очень сильный человек. Вы знаете, какая-то часть славы, она уходит на этого человека. Этот человек начинает прославляться, его начинает превозносить, ему просто предоставляет какой-то трон, какое-то положение, какую-то должность, но Бог своей славы не отдаст никому. Аминь, да? Просто через какое-то время Божья слава отходит от этого человека, и его сила, она временная. Придет время, она исчерпается, да? Но сила Божья, она вечна, и она творит совершенно невероятные чудеса. Поэтому что мы предпочтем? Силу человеческую или силу Божью? Конечно, силу Божью, правда? И в этом Божья премудрость. Мы в бесчестии, а вы в славе. То есть кому-то вот хочется прославиться, да? Вы знаете, я заметил такую интересную вещь вот своей жизни. Я заметил то, что когда вот Иисус Христос говорит, да и все желающие жить в благочестии будут гонимы за имя Мое. Чем больше мы входим вот в вот это посвящение, для посвящения Богу. Я заметил о том, что вот просто когда я принял решение когда-то о том, что полностью свою жизнь посвятить Богу, просто вот так очистить свою жизнь от всего, от сквернословия, очистить свои уста, бросить какие-то вот такие дурные, нехорошие привычки. Полностью войти в служение, полностью погрузиться, да? И просто вот сейчас я хочу сказать о том, что вся церковь на всем постсоветском пространстве, она переходит на другой уровень, более качественный уровень. В 90-х годах мы реально, мы просто были прилеплены к церквям, и мы думали, что только в церкви хорошо, что только в церкви надо прославить Бога, что только в церкви надо давать какие-то учения или делиться какой-то благодатью. А когда мы выходили в мир, мы просто становились теми же людьми, которые, ну, так же в мире живут, и поступали так же, как они. И в этом было какое-то пленое такое лицемерие, да, о том, что сейчас наступают такие времена, вот к нам приехали очередной раз в Пиваковы, и они дали очень хорошее такое, знаете, общение, учение, вот в этом личном общении, они принесли такую очень хорошую весть о том, что сейчас наступают времена того, когда мы будем прославлять Бога не только в церкви, а на своих рабочих местах. И это не просто вот так раз в неделю, да, это каждодневное хождение перед Богом. И это они демонстрируют в своих жизнях, потому что просто они очень такие знаменитые уже, да, спикеры, и они очень довольно такие продвинутые бизнесмены, которые своим бизнесом прославляют Бога. То есть они говорят о том, что все, что мы не делали, вот, ну, сейчас они приехали из Америки, где они учредили, поставили еще четыре таких вот центра здоровья, вот, у них есть уже доверительные лица, и они уже там, то есть они уже по всему миру, они устанавливают свой бизнес, через который реально прославляется имя Господне, и они устраивают такие бизнес-ланчи для бизнесменов, там, утренние какие-то завтраки, и делятся какими-то своими принципами христианской жизни, о том, что вот мы утром молимся, мы призываем имя Господне, потому что мы признаем, что мы без Бога ничего не можем и даже не хотим ничего делать. Мы хотим, чтобы Бог, Он руководил нашими жизнями, чтобы у нас бизнес был благословенный, чтобы через это другие люди приходили и получали тоже благословение. Я хочу сказать, это действительно, это реально другой уровень. Другой уровень, когда мы через наши... Бизнес это что, как переводится? Бизнес это дела. Аминь. Как книга «Деяния» переводится. Книга «Деяния» на простом современном языке это дела. То есть дела. Дела, которые, по идее, они должны продолжаться. Они не закончились 2000 лет назад. Мы призваны продолжать дела в Святом Духе, наполняясь от Духа Господня. И давайте дальше. С 11 стиха почитаем. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Засловят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного осов. Я родил вас во Христе Иисусе в благовествовании. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я, Христу. Аминь. Слава нашему Богу. И вы знаете, вот просто здесь апостол Павел делится вот этим переживанием, что когда апостол Павел, бывший фарисей из фарисеев, да, бывший книжник, бывший ученый, который, его можно смело назвать богословом, который учился при ногах Гамалиила, довольно известная личность, которая имела власть в Синедрионе, и он все это оставил, пренебрег всем этим, для того, чтобы посвятить свою жизнь Христу, и начались страшные гонения против этого человека. Фарисеи, они гонялись за ним для того, чтобы, что? Они хотели его убить. Некоторые даже взяли, значит, такой обед, что мы не будем кушать до тех пор, пока этот человек не будет мертв, пока он не будет умершлен. И так получилось, да, ну это вот просто на самом деле, они попали в эту западню, которую сами же выкопали. Просто Бог спас апостола Павла от их рук. А что с ними дальше произошло? Они дали обед не есть. Как? Да, либо стали, клятва, преступниками, либо просто умерли от голода. Еще раз немножко повторюсь. Павел приходил в немощи, чтобы была явлена сила Божия, чтобы никто не сказал о том, что это благодаря Павлу, чтобы никто не сказал, что мы крестились в имя Павла, что мы теперь Павлова, чтобы каждый мог сказать, я Божий, и что это сила только Божия, и только Ему вся слава, только Ему вся честь, Ему вся хвала. В одном месте Иисус Христос говорит, и это написано в Евангелии от Марка, в 10 главе, 31 стих. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Вот здесь вот Иисус Христос дает именно вот такое учение о том, что почитаются в этом мире те люди, которые первые в этом мире. Это также касается и церкви, о том, что когда мы смотрим на первое послание Каримфина, мы смотрим на Каримфинскую церковь, церковь это была в целом плотской. И именно об этом апостол Павел обличает эту церковь, он говорит, не плотские ли вы? Если между вами есть ссоры, разногласия, какие-то скандалы, какие-то неурядицы, то вы плотские. Когда кто-то делит церковь и говорит, вот я Павлов, а другой говорит, я Кифин. Это выражение своей плотскости. Что такое плотский христианин? Плотский христианин – это тот, кто живет, все еще продолжает жить по плоти, по побуждению своей плоти, тот, который угошает силу Святого Духа в своей жизни. А написано, не угошайте Духа Святого, но исполняйтесь Духом Святым. Духовный человек, духовный человек, который угасил все свои страсти, похоти, какие-то соблазны в своей плоти и живет как? Живет по Духу. В другом послании апостол Павел пишет, что Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Так что они друг другу. И чуть-чуть ниже, вот в этом же послании, 42 стиха, в Евангелии от Марка, Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам кем? Слугоем. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь. Вам еще хочется быть первыми в Царстве Небесное? Мы сегодня узнаем, да, о том, что если хочешь быть первым, то будь последним. Если хочешь, на самом деле, просто как-то продвинуться в церкви, да, в иерархии Божьей, стань всем слугой. И я хотел бы как-нибудь этот клип мы покажем, уже заканчивая, немножко так просто подчеркнуть свою мысль. Тема сегодняшней проповеди. Мы живем в перевернутом мире. И этот перевернутый мир, он иногда диктует условия о том, как вот всем нам жить. И чем дальше, тем хуже. Сейчас уже включаясь какие-то определенные такие программы тотального контроля над человечеством. Включаясь какие-то программы контроля над человечеством. То есть просто, особенно это касается стран третьего мира, это я с полной ответственностью говорю. О том, что идет опленный такой, знаете, просто геноцид в каких-то нациях. Ну, просто опленные такие программы, которые просто не позволяют людям долго жить. И наоборот, какие-то опленные касты, какие-то очень привилегированные какие-то опленные люди, они, наоборот, живут уже по другим программам, которые позволяют им жить дольше. Вот, и они собираются в какие-то опленные такие сообщества. Вот, и опять же, финансируют те программы, которые сокращают длительность жизни в их представлении непотребных людей. И наоборот, финансируют те программы, наоборот, чтобы какие-то опленные такие элитные общества закупали себе внутренние органы, делали какие-то опленные трансплантации, вливали себе какие-то опленные вещества, которые просто давали им какую-то силу природную, чтобы эти люди жили подольше. Сейчас уже, вот в этом году планировалась первый раз, да, операция, которая будет проводиться в Израиле, операция по пересадке головы, человеческой головы, да, ну, кто-то уже слышал. Ну, и понятно, чьи головы, да, о том, что берется здоровое молодое тело какого-то человека, которого, ну, просто, ну, на самом деле, ну, там, убили или еще что-то, а ему насаживается голова какого-то такого, ну, олигарха или какого-то видного деятеля, который заплатил хорошую сумму денег. Ну, просто, опять же, это хороший бизнес, для кого-то выгодный бизнес о том, что пересадите мою голову вот на это молодое тело, да, и я буду продолжать. Не важно, чье это тело, да, лишь бы оно было молодое, здоровое и красивое. Я считаю, что в этом есть просто вот реально какие-то нечеловеческие вещи. Можете со мной согласиться? Для Бога это безумие, для Бога это безумие, абсолютно. Вот в такое время мы живем. В этом клипе, я все-таки вот так его расскажу, в этом клипе показывается Ат и рай. В принципе, вы знаете, на самом деле, я думаю, что кто-то видел этот клип, ну, я, например, проходил целый семинар по этому клипу. Сидят люди, да, люди сидят в кругу, и им раздали такие длинные ложки. Вот, и там вот ров такая, яма, а в середине стоит котел, в котором находится пища. И вот люди тянутся вот к этому котлу, там вкусная пища, она горячая, она подогрета. Но человек не может накормить себя сам этой длинной ложкой. Ну, просто ложка туда куда-то уходит. Вот, и люди раздражаются, потом начинают бить друг друга из-за этой еды, начинают ломать ложки друг другу. И потом вдруг одна женщина бьет кулаком, ну, ей все это надоело, и она берет и свою ложку протягивает человеку, которому поломали ложку только что. Протягивает ему эту пищу, и он вкушает, он вкушает эту пищу, и у него, значит, из черно-белой картинки превращается, знаете, в такое цветущее лицо, счастливое, и они начинают что? Они начинают протягивать друг другу вот эти ложки и кормить друг друга. Вот этот принцип, он очень уникальный, да. Вот, казалось бы, те же самые люди, те же самые ложки, тот же самый котел, но в одной комнате. В одной комнате люди убивают друг друга, да, вот за эту еду, в другой комнате люди кормят друг друга, и там царит любовь. Вы знаете, вот этот клип, он призывает к тому, что даже вот в этом мире зла мы всегда можем найти способ, как остаться добрыми, как остаться благословенными, как остаться любящими, да, как побеждать всякое зло добром, потому что у нас есть Иисус Христос в наших сердцах, и о нем написано, тот, кто во мне, он больше, он сильнее того, кто в этом мире. Можно сказать на это аминь? Вот это, на самом деле, то, что для нас Господь усмотрел. То есть в нас сегодня живет сам Господь Бог, и Он дает нам колоссальную силу, колоссальную любовь, чтобы не жить по правилам этого мира. Слышите меня? Чтобы не почитать о том, что вот то, что в мире нормально, да, и для нас это станет нормально. Пусть для нас это останется ненормально, это ненормально. Не будем красть, да, не будем лгать, потому что лжецы Царство Божие не наследуют. Не будем убивать, не будем блудить, как это делает весь мир. Будем хранить себя в чести, будем приобретать это благочестие, независимо от того, что за это благочестие этот мир нас возненавидит. Верить в то, что мы живем в другом Царстве, в другом измерении. Для того мира нормально, для Царства Божия очень хорошо и нормально жить в мире со всеми, да, любить всех, покрывать всех любовью Иисуса Христа, делать добро, независимо от того, что тебе делают в ответ зло, да, любить независимо от того, что тебя ненавидят или не ненавидят, да, продолжать любить. Аминь или не аминь. Мы призваны вот к этому. Для нас вот это должно стать нормальным. Где мы все это можем узнавать? Мы можем узнавать это, читая Библию. Вот где мы можем в этом утвердиться? Мы можем утвердиться только, когда читаем Слово Божие, когда мы молимся, когда мы лично знаем Иисуса Христа. Аминь или не аминь. Потому что только зная Его лично, ты можешь начать жить вот такой жизнью. Не зная Иисуса Христа, мы не способны. Слово Божие говорит, без Него мы не можем делать ничего. Аминь. Давайте мы встанем перед нашим Господом. Хотя мы живем в перевернутом мире, но внутри нас есть им Царствие Божие. Этот мир ходит на головах, но мы будем ходить на наших ногах, и наши ноги пусть будут одеты в обувь готовности благоветствовать этот мир. Спасибо тебе, дорогой Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови нас, пожалуйста. Исправь наши сердца. Если где-то в моем сердце еще есть какая-то нечистота, если я что-то почитал нормальным, и сегодня узнал, что это ненормально, забери это от меня, Господь. Забери всякую ложь. Забери всякий сплетник, левиту. Может быть, я кого-то говорил, может быть, я о ком-то плохо думал. Пусть это все уйдет прямо сейчас. Дай мне иметь твой разум. Потому что я сегодня узнал, что о духовном судить никто не может. Когда мы подражаем тебе, Иисус, когда мы сливаемся с тобой, когда мы отождествляемся Сына Божьим, который был во всем искушен, но греха не сделал. Ни одного греха за 33 года. Значит, и мы можем, но мы можем только во Христе Иисусе. Потому что Иисус продолжает жить в нас абсолютно святой жизнью. И мы можем или угасить святого духа, или мы можем непрестанно исполняться святым духом в молитве, в общении с тобой, Иисус, непрестанно исповедовать свои мысли, открываясь пред тобой. И к филиппийцам написано, открывая те желания ваши пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, он устроит ваше помышление во Христе Иисусе. И всякое помышление, которое противится Иисусу Христу, оно будет пленено в послушании Иисусу Христу. Так Слово Божие говорит. Поэтому, Иисус, дай нам быть максимально открытым пред тобой. Приходит плохая мысль. Помоги нам в этот же момент открыться перед тобой, сказать, Иисус, пожалуйста, если тебе эта мысль моя неугодна, убери это. Если мое желание тебе неугодно, убери это прямо сейчас. Если мое чувство тебе, страсть неугодно тебе, убери это прямо сейчас, чтобы это не разожгло какое-то пламя, какую-то закваску, которая может убить меня. Потому что сделанный грех приносит смерть. Так говорит Твое Слово. Слава Тебе, всемогущий Бог Господь, Господь Отче. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебе за Твою Библию, за Твое верное Слово, которое всегда дай. Аминь. Что там мы можем определить критерии нормы и ненормальности. Там мы узнаем, что Господь Отче, что сладкое, что горькое. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя за Твой Святой Дух, за Твое Святое Помазание, которое учит нас, так что каждый из нас не имеет нужды в каком-то человеке учителей, потому что сие Помазание учит нас. Но в то же время дай нам признавать и уважать власти, установленные Богом, Господь Отец, и знать, и отсеивать, и Господь очень четко различать, где человеческое, где плоское, а где духовное, и где Божье. Дай нам, Господь, этот Дух развлечения. Аллилуйя, Отец. Да придет прямо сейчас на нас мудрость Твоя, Божия, свыше, потому что Слово Твое, говорит, четко и ясно у Якова, у кого не достает мудрости, а у нас у всех не достает это мудрости. Да просит у Бога без сомнений колебаний. И мудрость, она сходящая свыше, она, во-первых, мирна, она дает мир, она дает любовь, она дает радость, она дает верное, четкое, ясное, полное упование на Христа. Тогда приходит порядок в жизни, тогда приходит просто Господь Божья защита. Тебе за все слава, честь и хвала Иисус. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аллилуйя, Церковь Божия скажет Аминь. Слава нашему Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. Вчера у нас была поездка, слава Богу, что Церковь сейчас у нас вышла на такой уровень, я верю в то, что мы будем...